Начиная с конца прошлой недели и на протяжении этой недели поступала информация о том, что идет сосредоточение российских войск на границе с Украиной. И это уже, я повторяю, это уже не учение, это совсем другое. Так говорят источники Запада. Во-первых, Вашингтон-Пост. Вашингтон-Пост ссылается на официальных лиц, говоря, что называть фамилии не может, потому что по долгу службы эти люди не могут себя называть. Но Вашингтон-Пост мы помним как газету, которая в общем-то спровоцировала отставку президента Ричарда Никсона, именно ссылаясь на источники Вашингтон-Пост, создала практически Watergate, так что вызывает доверие как газета. Второй источник это было издание Политико, которое тоже очень уважаемое в Европе и в Америке, которое говорили о том, что российские войска приближаются к украинской границе. И очень известный военный журнал Джейнс, который эту информацию также подтвердил. Все получили какие-то спутниковые данные. Речь идет об элитной первой танковой армии, которая получает вооружение всегда раньше всех, и о четвертой танковой армии. Со стороны Украины мы получили сразу опровержение. Алексей Данилов сказал, что это чистая дезинформация. Вот скажите нам, пожалуйста, особенно имея в виду, что ребята 16-18 думают, что им еще придется воевать. Вот скажите, пожалуйста, что-то из этого правда? Доброго вечера, Савик. Доброго вечера всем присутствующим в этой студии. В ответ на ваши вопросы, то, что касается ситуации вокруг нашей страны, что касается на Сходе, где идут вооруженные действия, что до загострения. Ситуация на данный момент контролирована. Противник не нарушает усилия. Вси выполняют свои завдания, сгідно с утверждением раньше планами. Что, повернемся до того вопроса, что насчет засереджения усилий біля наших кордоней. Да, в России так же, как и в нас проходили навчания «Запад-2021». И перемещение техники не может подчас навчания или закінчения переместиться на протязи 1-2 дней. Были сосереджені війська для навчань. Иде повернення військ в свои пункты постойной дислокации. То, что сказали, они пішли ближе до кордона, это наоборот. Они пішли вглубь своей территории. Дальше, что я хочу сказать. По закінчению навчань. Это не закончится життя військовых частин. Дальше, где перемещение техники. А как мы знаем, что близ нашего кордона находятся деколька полегонов РФ. Они также с того или иного полегона совершают перемещение. То есть, говорить, что идет наращивание усилий в наших кордонах, такого нет. Дальше, по информации, которая, будем говорить, пришла из Соединенных Штатов Америки. Ну, по-перше, Збройные силы Украины, разведки, берутся из разных источников. После этого проходят анализ этой ситуации. После того, как проводится анализ, идет планование, идет выполнение завдания. До этого не было наращивания никаких усилий. Когда мы получили, будем говорить, зі ЗМИ эти данные, мы также запросили свои засоби разведки. Это не один орган разведки, а деколька. После того, как были нам обратно данные данные по этой ситуации, мы снова оценили ситуацию. И никакого наращивания усилий на державном кордоне с Украиной не было и немало. На данный час, еще раз повторюсь, ситуация навколо нашей державы контрольована. Никакого наращивания усилий на данный час Российской Федерации не было. Дякую. Я приглашаю в студию Юрия Бутусова и представляю еще одного гостя нашей программы. Это Юрий Швец. Юрий Швец с нами в прямом эфире из Соединенных Штатов Америки. В средствах вашей информации мы знаем, что Юрий Швец однокурсник Владимира Путина в разведной школе СССР. Автор книги «Вашингтонская резидентатура. Моя жизнь шпиона КГБ в Америке». Юрий Швец получил политическое убежище в Соединенных Штатах в 90-м году. Вот, господин Швец, скажите, пожалуйста, начальник Генерального штаба нас абсолютно успокоил. И я рад тому, что по данным украинской разведки нет никакого скопления российских войск. И то, что сообщали «Вашингтон пост», «Политико» и «Джейнс Викли», в принципе, они немножко там перепутали. Хотя они ссылались на официальные лица, тем не менее, речь шла, может быть, о возвращении подразделений с учений. И, в общем-то, никаких таких наступательных или каких-то угрожающих действий со стороны России нет. Вас это убеждает? Добрый вечер, Славик, и добрый вечер всем присутствующим в Украине. Не совсем. Когда я прочитал это сообщение в «Вашингтон пост», затем в «Политика», затем в «Форрин аферс», затем в «Джейнс», затем последовало заявление Керби, адмирала Пентагона, это не журналисты уже, это не слабонервные девочки, затем другого официального представителя Пентагона, затем Керби, представитель Пентагона, сообщил, что они были в контакте с другими странами НАТО, и те тоже подтвердили эту точку зрения. То есть в «Вашингтоне» царит напряженность, я им скажу. И эту напряженность я наблюдаю впервые. То есть я сам не паникер. Когда в апреле месяце телеволны Украины были заполнены такими тревожными обсуждениями о том, что Россия вот-вот вторгнется, я говорил, что этого не будет. Я даже назвал дату, когда будет объявлено об отводе войск. Когда некоторые горячие головы в Украине рассказывали о том, что вот в сентябре-октябре Путин вторгнется, там пол Украины захватит. Я тоже говорил, что ничего этого не будет. Но сейчас совсем ситуация другая. И речь идет не только о одной концентрации войск под Ельней, где это примерно 250-260 километров до украинской границы. Это еще и Курск, и Брянск. То есть по прямой это где-то 153-155 километров. Значит, мои личные источники, это профессионалы, американцы, которые в Украине не имеют никакого отношения, но которые занимаются проблемой обороны и безопасности, в том числе на территории бывшего Советского Союза, они говорят, что ситуация очень тревожная. Вот такая ситуация, значит, с этой стороны. А мы не преувеличиваем. Может, это и есть игра Москвы, чтобы в Киеве постоянно нервничали, чтобы постоянно жили в напряженности, чтобы не знали, что будет завтра? Ну, я не думаю, что Москва способна вот так вот сразу взволновать три очень уважаемых издания. Ваш Домпост, кстати, я вам скажу, что это газета, которая традиционно близка к Белому Дому тогда, когда там президент-демократ. То есть это газета первая, которая туда вхожена. Я не думаю, что россиянам можно так легко удастся взволновать весь Пентагон и НАТО. Там ребята, в общем-то, крепкие и умеют держать удар. Все они практически говорят, что ситуация сейчас, она другая, чем было раньше, когда это было накануне учений, во время учений, сразу после учений. Ситуация, они говорят, другая. И разница состоит в том, что если раньше это все было открыто демонстративно, то сейчас эта концентрация войск производится скрыто. И это важное отличие, о котором говорят в Вашингтоне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!